Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Но нового относительно, есть в принципе еще и старые материалы до сих пор, которые не смонтированы. Поэтому могу пообещать все-таки несколько роликов на ближайшее время, а там дальше посмотрим. Вы не серчайте, если я вот так пропадаю, ну все-таки, не знаю, это моя такая штука, иногда так бывает. Собственно, вот то, что я хотел сказать в этом ролике, хотел просто вас поприветствовать, сказать, что давно не виделись мы с вами. И, ну, меня еще просили автомобиль, мой новый показать. Ну, как новый, он был новым, сейчас уже, конечно, прошло 4, почти 5 месяцев с того момента, как я его купил. Это были люди, которые просили показать его, давайте я вам покажу. Это Volkswagen Passat B5 2001 года. Что, в принципе, еще о нем можно сказать. Это дизель 1.9 TDI, двигатель 1.9 TDI. Купил я его за 2.5. В принципе, это дороговато, но меня очень, очень порадовало его состояние. Очень все неплохо, все в форме. В принципе, особых каких-то проблем не было на момент покупки. Собственно, как и сейчас нет. Единственное, что у него было не ахти, это вот, видите, проблема с этой фарой. Видите, она вот такой, как это называют правильно, снежный налет или морозный, что-то такое. Ну, те, кто ремонтирует машины или себе когда-то ремонтировал и были такие проблемы, тот поймет, о чем речь. Видите, эта фара нормальная, а эта убилась. Причем, на момент, когда я покупал, она была не такая. Она была, кто-то просто не умело ее залакировал, зашлифовал, залакировал. А потом, когда я керхером мыл машину, она начала слазить и до сих пор, видите, облупливается. Вот он, момент, например, вот такой был. Просто немножечко она была желтее, чем эта. Хозяин, как бы, сказал, что не знает, отморозился, хотя, возможно, он знает. Но при этом я посмотрел, фара не меняная, фары оригинальные, та и та. Сложно сказать. Может быть, просто кто-то хотел почистить, хотя при этом левая фара очень, очень новая выглядит в сравнении с этой. Правая, точнее. Ну, если смотреть из-за руля. Ну, а так, в остальном, в принципе, проблем особых нет и, надеюсь, не появится в ближайшее время. Катаюсь, получаю удовольствие. Внутри тоже она довольно-таки аккуратненькая, чистенькая. Как видите, никаких ни дырок, ничего нигде нет. Я некоторое время выбирал машины, довольно долго там смотрел. Я нашел ее просто по объявлению в интернете. Продавали одна семья из Марокко. Они сами из Марокко, но живут во Франции. В принципе, я, конечно, немного сначала смутился, но потом пообщался, посмотрел. Несколько раз мы с ними встречались. Он мне показывал машину, там, туда-сюда. Я ее рассматривал. В принципе, особых проблем нет. Такие вот, знаете, серьезных. Для ее года она 2001 года. 2001 год, декабрь. То есть, в принципе, почти 2002, можно сказать. Правда, не та версия, не плюс. Видите, вот эта полоса пластиковая. И она вот, конечно, немножечко некрасивая. Она такая белая стала. По идее, она должна быть тоже вот такой. Но почему-то она какой-то воздух туда попал. Ну, черт возьми. Ну, это уже мелочи, понимаете. В принципе, это мелочи. В целом, я автомобилем очень доволен. Мне нравится. На GoPro он у вас, наверное, сейчас вообще такой весь закрученный. То есть, как бы вот такой вот момент. Вот такая вот у меня машинка. У моей той пыжика, на котором я ездил до этого, у нее... Так, снимай. Я просто посмотрел, снимает еще или нет. Батареи, как всегда, садятся. У того пыжика начались проблемы со сцеплением. Там мне пришлось поменять тросик сначала. Как только я поменял тросик, оказалось, что там и диски уже тоже увалены. А это дело здесь довольно дорого стоит в ремонте. Я сам сцепление делать не смог бы 100%. А в гараже я спросил, там где-то порядка 700 евро это дело стоило бы. И я так подумал. У меня на тот момент кое-какие денежки были заработаны. Я так подумал. В принципе, думаю, лучше я возьму что-нибудь новенькое и что-нибудь более такое. Я всегда любил, знаете, седаны такие большие. Мне всегда нравилось. Я смотрел, естественно, на мечту детства BMW. Потом еще Volvo одна была интересная, которую я тоже пробовал. Но Volvo была убитая в сравнении с этой. Сама по себе машина классная, но она была убитая. Внутри там все ремни обгрызанные. Все такое, знаете, барахтающиеся, шаткое. И при этом она стоила тоже там 2200 за нее просили. То есть, как бы я подумал и решил, что мне такого не надо. А вот когда я это увидел, красотку, в принципе, мне понравилось в ней все. Единственное, вот, конечно, фара сейчас портит, портит вид. Но ее можно, сегодня как не займусь, ее можно тоже попробовать восстановить, полирнуть. А может быть, даже просто поменять. Посмотрим. Я пока еще думаю. Ну, сильно тоже не напрягает, на самом деле. Некрасиво, конечно, портит вид. Свет светит вполне себе через эти мульки. Поэтому, короче говоря, вот такая вот штука. Для Франции это дороговато немного. Нет, точнее наоборот. Для Франции это нормальная цена. Вот, например, в Бельгии такую же машину можно, конечно, взять чуть-чуть подешевле. Здесь их и не так много. Такого класса машин. Вот именно Пассатов, например, я потом смотрел, сравнить пытался Пассатов. Я даже таких немного и видел. Было буквально там 2-3 машины на весь интернет. Ну, дизель. Сами понимаете, конечно, звучит немножко по-другому, непривычно. Есть фанаты дизеля, есть противники дизеля. Я вам хочу сказать, я в восторге. Мне очень дизель нравится. Едет довольно хорошо, оборотисто, с низов тянет вполне себе нормально. При том, что 1,9, 130 лошадей всего лишь. Ну, мне-то, вы знаете, у меня для поездок здесь, там, где ограничений в основном 90, очень даже хватает, в принципе. У нее есть клим, ну, как по-русски клим. Клим, климатизацион, климат, климатроник, климат, как он, да, климатроник, фольксвагеновский. Все оригинальное, что тоже, кстати, круто, мне нравится. Мофон на CD-дисках и кассеты есть. Ну, кассеты, понятное дело, не нюзен. Сидюшки звучат просто отлично. Прям вообще классно. Радио, конечно, там похуже, не знаю, с чем это связано. Но радио как-то вот, ну, понятно, сигнал радио грязнее. Но я имею в виду, там даже эквалайзер как-то по-другому себя ведет. Сидю, когда включаешь, прям бам-бам, и низа, и все красиво. Все оригинально. Единственное, что плохо, конечно, с этим оригинальным магнитофоном, то, что нельзя USB, какие-нибудь флешки сюда подключать. Это, конечно, такой минус. У нее ESP, есть возможность отключать ESP, ABS. Ну, в принципе, короче говоря, не самый фарш, конечно, не кожаный салон. Хотя сейчас по жаре я даже наоборот рад, что он не кожаный, потому что на кожаном, наверное, я бы просто, вся жопа была бы мокрая. А так, вполне, короче говоря, мне даже не знаю, к чему придраться. В принципе, меня все устраивает. Единственное, что плохо, что страховку за нее немаленькую приходится платить. Ну, об этом я уже, наверное, вам расскажу в каком-нибудь следующем видео. Я думал сделать видео о том, как происходит купля-продажа, какие-то документы, заодно и за страховку, я думаю, это в отдельном ролике сделаем. Поэтому оставайтесь на нашем канале, пишите, что вам интересно. Ну, а на этом, наверное, все. На самом деле, не такой уж маленький ролик получился. Я на целых 10 минут наговорил, но, надеюсь, не зря. В общем, еще раз всем привет. Рад вас всех снова видеть. И увидимся в следующих роликах. Всем пока. Что-то я, кстати, не подумал, показал машину и без тест-драйва маленького. Это же неправильно, нелогично. Давайте я вам сейчас немножко проедусь на ней, что ли, 5 минут. Я как раз домой еду. Правда, уже темнеет маленько. Но, тем не менее. Даже сейчас, вот, не знаю, неудобно одной рукой. Давайте я попробую в зубы вставить и проеду. Не, в зубах не очень удобно ее держать, поэтому я так в руках чуть-чуть подержу. Вполне себе она такая прыткая. Мне хватает лично. Понятное дело, что те любители погонять, там, не знаю, по-сумасшедшему, в шашечки-шмашечки. Я небольшой поклонник. Мне и так, в принципе, устраивает. Чтобы там, не знаю, какой-нибудь обгон на дороге совершить, вполне мощи хватает. Разгон там. Ну, вполне динамичная машина для своего веса. Зато довольно мягкая, довольно тихая, хорошая звукоизоляция. Единственное, что плохо, вот, вот эта часть, вот, слышите, как она хрустит. Вот этот пластик, именно вот рядом с магнитофоном и с климом, вот он, вот я, блин, дотронулся до него, и он начал весь хрустеть. А так, в остальном, довольно тихо. Двигатель слышно, но не напрягает. То есть, вполне себе, знаете, такая штука. Уютная, удобная. Какие-то бухарики шарахаются по улице. Все, что он делает. Поздоровался даже, непонятно, зачем. Вот у нас тут людишки тусуются. Сейчас уже 10 вечера, видите, еще светло. И футболисты разные, и просто кто-то гуляет. Потому что днем жарко было, сейчас чуть-чуть попрохладнее стало, народ так немного. Ну, хотя, конечно, это относительно. Так-то, в принципе, все равно на улицах почти никого нет, очень мало. Но есть некоторые знакомые с Артурового класса, одноклассница его. Смотрите, как мне везет. Ага, да, не везет. Только хотел сказать, что когда снимаю, все зеленые горят для меня. Но сразу же случился облом. Не знаю даже, что еще про машину говорить. Мне она нравится. Вполне меня устраивает как-то вот. Кстати, что я хотел заметить. Вот машина 2001 года. Мне безумно нравится дизайн, панели, дизайн вот этого свечения таким синим. Вообще, в целом, для меня вот это все выглядит в салоне очень даже круто. Некоторые, по-моему, новые... Блин, я за музыку забыл. Некоторые даже новые машины, которые там, не знаю, 10-го, да даже 15-го есть, у которых реально гораздо хуже дизайн внутри. Мне нравится немецкий такой дизайн. Вроде простой, но в то же время довольно стильный. И материалы неплохие, в принципе. Ну, понятное дело, что я вообще рассказываю, знаете, так, как будто вы пассатов никогда не видели. Пассат довольно знаменитая машина. У нас в России их много, да и в Украине, во всем СНГ, я думаю, приличное количество пассатов. Они даже выпускались, по-моему, в Калининграде или где-то сборка была. Но это, естественно, не калининградская сборка. Это, естественно, немец. Причем все родное в ней. Там под капотом тоже все шлангочки. Все классное, все родное. Все с ваговскими всякими логотипами. Там аудюшные есть некоторые, конечно, моменты. Но это нормально, потому что это ваг. Volkswagen, Porsche, Audi. Все это одна большая семья. Ну, ладно, давайте на этом будем заканчивать. Уже подъезжаю домой. Тут надо колясочки всякие пропускать, а то народ пугается. Давайте будем прощаться. Спасибо, что посмотрели. Всем пока. Еще раз.